Здравствуйте. Никого не вижу. Так, секунду. Видно, нет? Нет, не видно. Ой, сейчас, как же включить-то? Так, должно быть видно. А вот не видно. Ай-яй-яй, как же так-то? А вот может быть. Вот так видно? Вот так видно. А вам меня видно? Да, видно. Так, вы знаете, что у нас правило такое? Все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против. Я вас слушаю. Пожалуйста, Андрюша, говори. У меня вопрос такой. Я вашу стопоклонную молитву переписал с экрана, перепечатал, потому что я ее в письменном виде нигде не нашел. А я скину вам ее. Вот, а я ее уже перепечатал с вашего ролика. Ролик ваш на вашем канале так и называется. Стопоклонная молитва. Да. Вот, я просто перепечатывал с экрана, вот, и распечатывал ее в нескольких экземплярах. Думал людям, ну, раздать кто хочет. Вот. Вот. И, собственно, как бы, я когда пошел на занятия вчера в храм, у нас там занятия есть, правда, они очень короткие, 20-минутные где-то, раз в неделю идут. Вот. И там зашел вопрос про как раз молитву, про то, стоит ли докучать, так сказать, Богу молитвой. Мы изучали 18-я глава от Луки, 1-й-8-й стихи. Вот. Там про вдову, которая докучала судье. Вот. И, собственно, встал вопрос, как раз я сказал про то, поклонную молитву, что, дескать, есть смысл докучать. Вот. Потому что... И мне тут же, как бы, сказали, а ваша-то молитва, она хоть благословлена батюшкой-то? Я говорю, ну, пока что нет. Вот. Но это я, как бы, себя так в голову отложил, что надо будет благословить у батюшки эту молитву. Потом, вчера, я молился с другом, говорю, я сейчас буду молиться, хочешь со мной помолись? Ну, его это заинтересовало. Он говорит, а молитва-то... Он тоже говорит, а молитва-то твоя батюшкой благословлена? Меня это тоже удивило так. Я говорю, ну, вообще нет, и ты не первый, кто мне об этом говоришь. И у меня еще раз отложилось. Я думаю, ну, теперь-то уж точно надо сходить к батюшке и благословить. И в воскресенье я как раз пойду и это и сделаю. Собственно, вот. Я сегодня пошел к батюшке, и он мне и говорит, ну, я говорю, батюшка, благослови молитву, вопросы возникают. Даю ему текст молитвы, он читает. Ну, прочитал где-то, может, секунд сорок. Вот. Ну, может, абзац один прочитал. И говорит, а она на русском языке. А на русском языке, говорит, молитвы не читаются у православных христиан. Читает, ну, молитвы читает на русском языке только какой-то один святой был такой. Я плохо запомнил. Не запомнил. Вот. Но он говорит, только один святой был такой, который как бы своими словами молился. А все остальные молятся на церковно-славянском. Вот. И вот у меня в связи с этим стал вопрос. Ну, как бы дискуссия, она такая очень короткая была. У батюшки времени, видимо, не было. Потому что я бы ему еще больше вопросов задал, но не успел. Он быстро, он молитву не благословил, а благословил меня на изучение церковно-славянского языка. Ну, я как бы не против. Вот. Но просто вопрос с молитвой остался открытым. Я когда вышел от батюшки, мне прямо на душе очень плохо стало. Я думаю, как же так? Воскресенье, хорошая молитва была, окропление святой водой. Все должно было быть замечательно. В чем же проблема-то? Я понял, что проблема-то в том, что батюшка не благословил молитвы, и мне это очень в сердце ударило. Потому что я-то молюсь искренне, и как же так, а батюшка не благословил, это получается я... Ну, что я тогда делал-то, получается? Вот. И вот так как была недосказанность некоторая, я почитал в интернете, что об этом говорят другие батюшки, и говорят, вопрос сложный насчет молитвы, на каком языке ее читать. Потому что говорят, что церковно-славянский язык, он как бы более возвышенный, чем русский, он специально создан был для общения с Богом, специально для этого созданный. И вот у него как бы семантика, ритмика, она лучше подходит для молитвы. Вот так вот сказано. Вот. Вот. Хотелось бы ваш комментарий относительно этого услышать. Чтобы отвечать, я должен стать таким же дураком. Чтобы на это опускаться. Апостол Павел Филиппийский говорит, открывайте свои желания перед Богом. Желания. А какие это желания, когда читаем только заученные молитвы? Второе. Богу докучать. Так а там результат такой, не тем ли более Бог не ответит. То есть поощряется. Молитва-то поощряется. А теперь открой 1 Фестоникисом 5.17. Непрестанно молитесь. Непрестанно. День и ночь. Иисус на ночь уходил и молился в горах. В саду Гефсиманском. Не надо. Зачем идете? Вот это для меня непонятно. Это ваше состояние, это тоже не лучше батюшкина. Идти на молитву, какое благословение. Это моя связь с Богом. Он зачем тут нужен? Зачем он мне нужен, батюшка? Когда это нерожденный свыше человек, мертвый. Он все так понимает. Господь прямо призывает и освящает церковно-славянский язык. Это мертвый язык. Мертвым языком называется тот язык, на котором никто не разговаривает. На нем ни одного человека на земле нет, кто разговаривал бы. Я им это докажу в течение пяти минут. Сопли с кровью смешают. У меня такой был один. Зашел в церковную лавку, а она маленько так в низинку, как бы полуподвальная. Ну, тоже разговор зашел. Ну, еще разговаривает. Верно, что мертвый человек духовно не родился. Духовно рожден он, вводимый, духом Божиим. Но не может дух Божий не быть полиглотом. Когда читаем вторую главу Деяния Апостолов, говорили на разных языках и понимали их. Прославляли Бога. Ну, не на церковном верблюжьем языке же. Нельзя же так уже дойти до такого состояния. Ну, разговариваю с матушкой на церковно-славянском. Я говорю, вы отрекаться не будете? Нет. Я говорю, прям вот как по-русски, так вы сразу переводчик. Я вот занимался разными языками. И в увольнительную пойду в город, в армию. Притом языки изучал самостоятельно. В школе у меня не было иностранного языка. Идут две женщины, разговаривают. А я солдат сзади, с формой. Иду как будто бы сам по себе. И мысленно так, ну, вот это вот. Такого-то нации. И там американка. Вот это вот немка. И вот они как говорят, я за каждой поспел. На том языке за ними перевожу. Самостоятельно изучал. Мне это очень интересно. Это язык живой. Я могу сказать, какой легче его изучать, какой что. И вот это батюшка мне говорит, что, понимаете. Я говорю, я сейчас вам предложение скажу. Десять предложений переведете. Да запросто. Ну, давай, отец Владимир, напрягайся. Я приехал в Барнаул, чтобы закупить необходимые вещи для церкви. Он достается. Вещи, как вещи. Ну, ладно, не знаешь, пропустили. Я зашел к Никите в Армандо. Это итальянский магазин. И набрал необходимый товар. Опять стоит. Не может. Я говорю, переводи ты-ка быстро. Быстро. За человеком успевать переводить, когда не разговаривает. Меня никто не будет ждать. Я должен мгновенно схватить и мысль направлять. Хотя иногда многознащимое слово на 18 вариантов развивается. И вот, вступая вниз, я не заметил, что шнурок у моих ботинок был развязан. Он ни шнурок, ни ботинок не знает. Я наступил на него и упал. И расквасил обетонный пол свой упрямый поповский нос. И у меня потекли сопли с кровью. Все, заглохло. Я говорю, это все две минуты прошло, и ты уже кверх ногами стоишь. Ну, ты же не знаешь его. Ты мне скажи сейчас, вот я к немцам приехал в Германию, а там, которые немцы, отсюда приехали. Я говорю, как? Да я уже 10 лет тут, я уже разговариваю, и меня не отличишь от немцев, дескать так. Ну, я говорю, тогда давайте. Я русский человек, я работаю с детьми. Переводи быстро. Так, и я увидел, как ястреб схватил суслика. А я не знаю, как ястреб. Я говорю, гаер. Схватил суслика теперь. Но коршун отнял его. Я не знаю, габихт. Я русский человек, что тебе переводить буду-то? Ну и все, твои знания. Он не может перевести ничего. Это ленивые люди. Бог принимает от сердца. От сердца нельзя сказать то, чего ты не знаешь. Церковно-китайский язык придумывают. Надо говорить на родном и русском, чтобы было понятно. Библия переведенная. 150 псалмов. Вот она, по благословению патриарха. Да, вот у меня тоже есть Библия, тоже переведенная на русский. Синодальный перевод. Вот, смотри. Смотрите. Вот я открываю. Вам видно или нет? Да. Видно. Ну вот так. Псалтырь, мы каждый день считаем. Вы пристаньте к нам на молитвах, я вам скину. И вы увидите, как молитвы наши идут. Вот к нам приезжает митрополит Алтайский, московского патриархата Сергий Иванников. Приезжает секретарем. Ну, бывает, там семинаристов наберут, певщих. А мы деревню строим 150 километров от Барнаула. У нас служба идет на церковно-славянском, но все библейское считается на русском. Евангелие, послание, апостолы по Риме, псалтырь. Но если псалтырный псалом поется, тогда по-славянски, церковно. Потому что мотив так-то уже заложен по нотам. И они, когда приезжают, а у них-то церковно-славянский, они по-русски спотыкаются, считать не могут. Народа-то нету. И еще не понимают. 20 минут. Я только в одном университете 18 лет вел уроки. Каждый час, каждый урок 2 часа. Академических. С 6 до 8 вечера. Без перерыва. 2 часа, дважды в неделю. Дважды в неделю. Я это делаю 20 лет. Ни копейки нигде не получаю. Я не священник. Так сколько людей-то пришло? Это ни два, ни три, которые ничего не знали. Коммунисты. Там бывают такие отребия. Как сегодня доктор богословия Бочков пишет. Доктор богословия, патриарший. Через Игнатия пришли тысячи людей. Куда вы это денете? У меня врагов тысячи. Так это должно, это нормально. Христос говорит, меня гнали, будут гнать и вас. Парисеи, Саддукеи и Родиане. Потому что мы вторглись в этот мир. У нас другая природа. Другая у нас. Мы возрожденные свыше. Считаем третью главу Евангелия Тиана. Кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. Даже увидеть. Даже мы Тарсты не проходят. А хорошие. Да в воду много хороших. Родиться свыше. Рожденный свыше, он все понимает. Господи помилует у нас. Да, действительно. У нас сотни, сто поклонов. Десять десяток. Мы молимся через два часа. Через два часа опять молитва. Каждая молитва, это три святоя. И дальше сто поклонов. Каждый поклон имеет свое наименование. И что? Так мы получаем живой ответ от Бога. О чем соглашаемся молиться? Вы сейчас только позвонили. Две женщины. Мать и дочь. О том, что внучата растут, не слушаются. Я их всех записал. Записал. Они на меня вышли. Только перед вами были. Я говорю, молиться пока я не буду. Через неделю. Вы обдумайте хорошо. Будем молиться. Изменения будут. И вы будете роптать. Дети могут все заболеть. Мы получаем прямое откровение. Мне в Германии звонят. Пожалуйста, помолитесь. У нас сегодня внуку делает операцию. Я помолчал и говорю, итак, результат такой. Начинаю делать операцию, на пятой минуте он умрет. Молиться или нет? А почему умрет? Я Богу не задаю вопросы, а то он мне задает вопросы. Молиться или не молиться? Молчок. Зачем же звонить? У вас же в Германии много церквей. Да вам говорят, что вас всегда Бог слышит и отвечает. Я говорю, ладно. Я просто испытал вас. Сказал. Будем молиться. Но вы приготовьтесь к любому исходу. У нас один внук тяжелый, на сердце операции. Я не знаю, сколько ему лет. Восемь или сколько. Операция длинная была. Звонит. Операция успешно прошла. Но температура у него сейчас прямо... Я помолился, они прямо тут же звонят. Температура вся пошла вниз. Я говорю, я ничего не знаю. Молитва ничего не знает. Бог делает, отвечает на молитву. Моего там ничего нету. Вы только не припишите мне. Понятно? Люди звонят мне из Канады, из Америки, из Италии, из Франции. Помолитесь. С Австралии помолитесь. Я стою перед Богом. Да, я молюсь. Но я не настаиваю. Я прошу, да будет воля твоя. Я не здоровья прошу, а да будет воля твоя. Я не знаю, что в этом. Я не жизни прошу, а спасения во Христе. Чтобы он обратился, прославил Бога жизнью своей. У нас у православных как? Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, непрерывно Иисус, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. А почему не считает первое послание Иоанна? Он говорит, рожденный от Бога не грешит. Православные вообще это не слышали. А дальше во втором послании пишет, рожденный от Бога не может грешить. Он не просто не грешит, а даже пожелал бы, он не может грешить. Он другой. Вот откуда все идет. В нас должны быть те же существования, какие во Христе Иисусе. Вот какое дело. А то мать спасенная, а дети не спасенные. На суде Божьем как она будет? Никак. Она с таким же гневом будет смотреть на них, как Господь Бог. И возгреб с гневом, скорбя об ожесточении сердец их. Вот как будет дело-то. С Богом не надо играть. Мы отметим, Ио разговаривает с Богом. Он не сисюкает. Он прямо к Богу говорит, требую суда. Несправедливый суд твой, Господи. И что из этого получилось? И Павел взывал и просил, молитесь обо мне, дабы по ходатайству многих я был возвращен вам. Нет живой связи с Богом. А нет, живо, все-таки мертвый. На живую молитву живому человеку живой Бог отвечает. Вот в чем суть-то вся. Ну да, я тоже всегда своими словами молился, естественно, на русском. Не делайте, Андрей, так и делайте. Сейчас я скину вам о молитве, свои ресурсы, и вы там уже найдете, что вам потребуется. Если не ясно будет где-то, зайдете так дня через три. Вот в это время. Все-таки подытожить, чтобы вот положа руку на сердце, вы можете сказать, что молитва на русском языке, скажем, она менее действенная, она хуже, чем молитва на церковно-славянском? Безумие! Безумие! Это от сатаны эти слова. Как можно Богу приказывать, что принимать? Он не понимает, не понимает, что ли? Я должен мыкать, пы, мы, ны. Я говорю так, как есть. Я ему пою песнь. Как это так? Богу угоднее. Бог не понимает языки. По себе равняйте. Да языки-то кто дал людям-то? Забыли Вавилонскую башню? Богу нужно, чтобы сердце было. А если оно непонятно, как будет? Да, мы молимся, я привязан к церковно-славянскому. Я привык, я все время на церковно-славянском. Ну, в салтыре проще считаем своими словами. У нас молитва комплексная. Ну, нельзя же, я говорю, церковно-верблюжьем языке считать. Ни одного слова не понимает и стоит, лякает. Я говорю, молится когда? Ну, вот я вам буду говорить. Скажите, и же херувимы тайнообразующие. Что означает? Ну, там херувимы. Какие там херувимы? Это о нас говорится. Мы, молящиеся перед тобой, стоим, как херувимы. Самые простые вещи-то не можете перевести. И же херувимы тайнообразующие. Мы из себя тайно прообразуем херувимов. О, куда мы лезем. И это нормально? Нормально, раз молитва составлена. Сакральная молитва. И очистены. То есть нас. Выну, говорят. Выну. А выну, я говорю, что такое? Выну. Да не выну, это означает всегда в переводе на русский язык. Не знают. Простые молитвы, которые считаются священниками, и начинают считать, ну, прочитать и переведить. Он не может перевести, он не знает язык. А вы знаете? Я скажу, что я переводил целые книги с немецкого, английского, там, что мне Бог дал. Обратившись к Богу, я в то время на семи языках занимался. Мне это нравилось. Встретиться с человеком с таким или... Я в Америке был, ездил, разговаривал. Но это знания мои считают такие уж высокие, а я говорю, микроскопические. Я знаю религиозное, политическое. Коснулось военного дела, я словарь из рук не выпускаю. Там то, чего не знаю-то. Вот кепка. Ну, пускай кто изучает английский язык, скажет, как кепка. А он форнадапкеп означает, хоть так надень, хоть так. Так и так написано. Ни одно слово-то. Или про французский, вот его 98. Француз настоящий, он не может сказать 98. Он нет, он катер вед изюви. Говорит, 4 по 20 и 10 и 8. 4, 20 и 80, десятка и восьмерка. Катер. Я говорю, счет, ну так и принято. У каждой нации какие-то свои там есть. Самый трудный, конечно, русский. У нас как? У меня ложка. У тебя нет ложки. Ты же не скажешь, у меня нет ложка. Ложки. Я ударил тебя ложкой. Ой, в конце. Ну, я нуждаюсь в ложке е. Видите, сколько? А у них спун. Все. Падежей нету, совсем нету. В немецком языке 4 падежа, а у англичан не одного. Один. А вот еще вопрос тоже такой. Почему же тогда батюшка... Подожди. Ага. Что-то не совсем понятно. А, тут у меня не очень. Так, слушаю, говорите. Вот батюшка еще сказал, потому что у нас традиция такая тысячелетняя, что все на церковно-славянском молитвы, все, вот, традиция, тут ключевое слово, вот, и нам нужно как бы вписаться в традицию, а не под себя ее подстраивать. Так, Андрюш, давайте дальше говорить. Традиция, слово Божие в Библии отсутствует, вообще нету его. У кого из святых отцев в канонах церкви пусть покажет. Традиции завели туда, ни в одной стране не было такого крушения церкви, как в России. И царя расстреляли, и девочек расстреляли, и мальчика расстреляли. Страна рухнула, храмы все порушили, сотни тысяч священнослужителей, и все традиции додрындались. Почему ни в одной стране мира не было революции? Потому что понимали, а тут не понимают. Когда в 18-м году, 17-18 год был собор, ну и проходит один, а красноармейцы стоят, винтовки, штыки, и епископ один подошел и говорит, вот что вы делаете, разве в Евангелии так написано? Он говорит, а не, что мы считали, мы только крышку целовали. Вот и весь ответ. Крышку целовали. Слово должно доходить до самой глубины сердца. И написано, считали и прилагали толкование книга Ниемии. Понимали, на каждом языке это враг запечатал. Давайте говорить, какой язык, которого никогда не было, искусственно составленный. А зачем он? А вот болгар, да у них совершенно другое. Сервы все переведенные на родном языке служат. Мы самые несчастные люди. У меня как-то интервью брали, я сказал, я себя считаю несчастнейшим человеком. Потому что родился в стране, где держится за славянский язык, церковно-славянский. Ну, над нами они это не говорят, такие глупости, как ваши. Он понимает, от него только пыль пойдет. Я ему сразу представлю места Писания, что вы изверг. Вы за каждую душу отвечать будете. Вы пришли к нему, ваш уровень от него не отличается. Но вы к нему за советом пришли. Не к нему, а к Богу. Да разве Бог так отвечает, как он? Для чего День Пятидесятницы на разных языках заговорили? Зачем? Это контуру, да, против Вавилонской башни. Там рассеялись языки. А в День Пятидесятницы сошлись. Вот как говорит Акафист. Мы должны понимать каждое слово до глубины его. Русский перевод, синодальный перевод. Вот по благословению патриархи Кирилла вышел, патриарх Алексея был, зарубежная церковь. Все одинаково издавали. Лучший перевод за две тысячи лет, это я сам свидетельствую. Его делали четыре духовные академии. Лучшие в мире переводчики, которых сегодня даже нигде нету. И против этого восставать. Псалтырь-то, много же псалтырного чтения в церкви-то, почему читают не на русском? Никогда не ответят. Это изверги рода человеческого. Златоуз говорит, одна душа побегнет по твоей небрежности, о священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться за нее, а их миллионы гибнет. Старооблядцы говорят, что Библия на церковно-славянском, она более правильный перевод имеет. Так они ее в руки не берут, старообрядцы, как мусульмане. Передо мной в прошлом году прошло 2600 мусульман, и ни один не считал, ни один. Одна большая дыра в мозгах на всех. Ни один. А нельзя, только на арабском. А на арабском знаешь? Нет, не знаю. Что им мула скажет, то и здесь, так и здесь. Старообрядцы. Они не знают Библию, совершенно не знают. Как уличные. Это мои корни старообрядцев. Я их знаю отлично. Самое свирепое общество, которое есть в стране. Непрерывно грызут друг друга или кого-то. Из поколения в поколение ненависть к православию воспитывают. Никон, 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 Алексей Михайлович. И с ними их нельзя выправить, пока они не покаются. Русская зарубежная церковь перед ними принесла покаяние, что тогда были гонения, мы просим прощения. Не за то ли нам досталось от советской власти. Тут все понятно. Это у меня в книге, помещенной в Критинском православии. Я на эту книгу собирал материалы 40 лет. Одни материалы. Из святых отцов, каноны. Бог дал разные языки, чтобы мы понимали друг друга. Понимали. А Бог поймет любой язык, чтобы он был от сердца. От сердца, когда я понимаю. Когда не понимаю пустой звук, как пишет об этом апостол Павел в 14 главе, первое послание к Коринфянам. Лучше, говорит, пять слов понятным, чем десять тысяч слов непонятных. Пять и десять тысяч. Все сравнивать. Кто будет готовиться к битве, когда труба неопределенный звук издает? Дальше он говорит. Вот хорошее в том, что вы пришли к священнику, что теперь мы знаем, кто он такой. Это мракобесие. Во тьме держать людей. Люди ничего не знают. 20 минут они заниматься языком будут. Зачем? Когда я могу по-русски, уже знатоки еврейского языка, латинского, греческого, арабского. И они переводили Библию, смотрели, как эти слова переводил Златоус, Василий Великий, Григорий Богослов, Блаженный Августин, Иероним Стридонский. Это все знали они. Хвольцин, Данил Аврамович. Природный еврей. Доктор философских наук. Закончил Лепцевский университет. Я разговаривал с Александром Менем, которого зарубили, священник. Я говорю, он еврей, работает с оригиналами. Я говорю, отец Александр, вы могли бы перевести, как вот Павский Герасим Петрович? Он вот так вот сидел, он от меня вот так отшатнулся. Игнатий Тихович, да вы что? Таких переводчиков нет более. Это говорит еврей. Энстеклипедические знания. Знающие языки. Вот я знаю, я беседую. Я у немцев в собрании говорил проповеди. Но мои знания микроскопические, повторяю. Хотя меня считали, что я из Германии, такой чистый язык. Гох-дойч. Сегодня один натолкнулся. Нет, вчера один. Я говорю, ну переведите. Мне в Германии живет. В Германии. Виталий Отто. Переведи, перевожу. Он мне сразу переводит. Что так Бог возлюбил мир, что отдал сына. Ну какой-то сын, как бы один у него. Один народный написано. Дабы всякий верующий у него не погиб. Он говорит, чтобы он не умер. Ну понятно. Но имел жизнь вечную. Евангелие Отяна 3.16. Он сразу перевел. Он его знает. А если бы я говорил ему, там, какой-то диалект германских народов, там, 2000 лет назад, он бы ничего не понял. Он сразу перевел. Ну да, вот, кстати, батюшка-то, он сказал, что Библию, например, синодальный перевод сделали для миссионерских целей. И в чем-то даже, вот, в некоторых храмах читают, например, Евангелие и на церковнославянском, и тут же в переводе на русском. Тоже для миссионерских целей. Обман, 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 не верьте. Для лучшего понимания людьми. Павский переводил для академистов. 500 экземпляров налитографировал. Так Павский профессор, воспитатель царских детей, и ничего не мог сделать, но на него бросили, чуть не засудили. И в конце концов, подтянуло это к революции. Полетели эти головы, храмы, все. А они посеяли это. А они посеяли. Теперь пожали бурю, а посеяли ветер. Давайте по-церковнославянски, а потом по-русски. Да зачем же это нужно-то? Зачем? Когда ясно, что то не понимают. Не понимают. Вот он поднял, идет диакон, орет. Репин нарисовал диакон и подписал рев, зев и лупоглазие. А Якуб Колос пишет, говорит, диакон сначала, как будто бы шмель в дупле. Так говори, Господь. А потом, говорит, ревел таким голосом, что можно бояться. Вот сделай то, у него оторвется пуп и сделай то, чего в церкви делать нельзя. И на каком языке? Ну, прямо это вообще. Ну, преподавайте детям. Милиция, они милиция поймали, а ты по-церковнославянски шпарь ему. В дурдоме только окажешься. Как Галкин. Мастер и Маргарита. Будьте смелы, не слушайте, не ходите к этому попу, он еще не знает. Выберите и считайте. Я сейчас о молитвах вам все скину. На родном русском языке, по слову Божию. Чтоб Бог вас слышал. Как крещение определите, настоящее у вас было или нет. Если настоящее, это должно быть три условия соблюдено. Но учить, что Иисус за тебя умер, как за пропащего, погибшего из ада вытащил. Крещение тремя полными погружениями. До одной волосинки ложу под воду уйти. И третье бесплатно. Если одно из условий нарушается, крещения не было. А как же вот может ли быть рождение свыше до крещения? До вот истинного. Крещение это завершающее рождение свыше. Никак. Потому что крещение это один из элементов, так скажем, рождения свыше. Ну, 2, 38. 2 глава, 38 стих. Диане апостолов. Спрашивает Петра. Мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись? Петр отвечает. Покайтесь. Первая ступенька. Вторая. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Для прощения. И получите дар Святого Духа. Вот это рождение. А там еще крещение Духом Святым. Как огонь в тебе будет гореть. Бог возжжет это. Знания откроет. Таланты новые появятся. И ты не будешь ни с кем считаться. Только перед тобой будет сиять звезда утренняя и светлая. Иисус. Как откровение называет его. И Риме говорит, я усилился, хотел молчать. Когда говорили замолчи. Но я не мог. Внутри меня в костях моих как огонь был разлитый. А Господь говорит. Он сказал, я молод. Я не знаю. Господь говорит, иди. Иначе я погублю тебя. И он пошел. И уже закрыть его уста не смогли никто. У меня стихотворения его поют. Об этом говорится. Что скажет Бог, то изреку и я. Заученная фраза у Михея. К такому в рот не заползет змея. Не нанесет он в уши ахинею. И вот заклинил на этих вот словах. И дальше он говорит обо всем. У меня каждое стихотворение 9 куплетов. У меня 4 книги стихов в электронной версии. Каждая 800 страниц. С эпиграфом. 36 строчек и эпиграф. 4 тома по 800 страниц. Это уже все говорю. Вот так я сразу вам буду скидывать. Вы далеко не отходите. Если вопросов нету, я прям сейчас. Скиньте про молитву. И все, вопросов нету. Сначала ресурсы наши скину. И так и далее. О, подошла. Смотри, какая у меня красавица тут. Паля. Паля, подожди маленько. Посмотри вам туда. Леса настоящая. О, а где пантера-то? Заведи сюда. У меня две голуби от нее. Тут, в нашей газете центральной, была статья большая на развороте. У злого человека голуби не живут. Я стал искать. К старобрядцам обратился. Там находится мне близкий человек. Я говорю, по-успрашивай. Она два года искала и наконец-то нашла. В Красноярске у одного голубя есть. Старобрядцы не держат голубей. А я говорю, так он, наверное, недавно пришел к старобрядцам. Ну да. То есть он оттуда привез, где вас, ваша злоба еще не душила. Они передохнут сразу у вас. Ни птицы, ни звери не определяют человека так, как голуби. А у меня еще и в комнате. А вы знаете, как Андрей переводится на русский язык? Да, храбрый. Храбрый. Да будь храбрым. Будь. Не поддавайся гнусным словам священника. Он еще не знает. Обойди его стороной. Что делать? В церкви что делать? Все принимай. А об языке больше о молитве не спрашивай. О молитве никто не спрашивает, можно ли молиться. Молитва вырывается. Дай, дай Господи. Помоги Господи. Благослови Господи. Я должен бегать к нему. Это первая ступень. Просительно. Там все. Там сектанты, фашисты, коммунисты, язычники. На этой ступени все. Второе. Благодарение. Получил, не получил. Благодарю Тебя, Господи. Благодарю за все. Благодарю Тебя за суды правды Твоей. Семикратно в день прославляю Тебя. 118-й псалом, 164-й стих. И третье, ангельское. Не прошу и не благодарю. Я только славословлю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аллилуйя. Ассанна в Вышних. Это третья ангельская ступень. И в церкви богослужение так составлено, что мы просим и благодарим. И сразу поднимаемся на третью ступень. Аллилуйя. Слава. Часто повторяется. У нас каждый год в озере крещение. Люди подготавливаются, приезжают. Из Германии, даже из Франции. Из Ливана была женщина. Принимают полное крещение. Которые моченые были. И которые едут на Афон. А то уже сердцевина православия. Вот это мочение голов за деньги они не считают. Это обман. И ведут их в море и крестят. Всех. Воина Ясынецкий, Лука, врач, канонизированный. Он их всех крестил. Обман был. Крещение переводится погружение. Баптизен. Тауфен. Погружать. Везде слово погружать. А на русском языке предпочтение отдали страдательной форме. Крест. Ну а как же вот крест на мне есть, который мне в детстве дали при крещении? Он что, недействительный получается? Я не говорил. Крест всегда действительный. А хрещение недействительное, если вы не были погружены. Если за деньги, симония. Священника извергать из сана надо. Это 50-е апостольское правило. Книга правил. И она в каждом храме должна быть. У священников. Изнанная по благословению патриарха Кирилла. Апостольские правила. Они их нарушают. Сегодня в церкви действует 719 правил. Из них 413. 57 процентов. Еженевно нарушаются. Везде. Господь торговлю выбросил. Они опять занесли. Еще они не считали про это? Как порол их веревками. Бещами. Торговля и храм несовместимы. Он говорит, не можете служить Богу и мамоне. Не подходи. И выгнал торгующих, продающих и покупающих одинаково. Не подходи к касте даже. Должна работать десятинно. Десятую часть мы должны давать священству. А ларьки эти все ликвидировать. Вот мы воск покупаем на пасеке. Женщины, которые чисто живут там без мужей, льют свечи. И священник ставит сколько надо. У нас с тарелкой не ходят. Никакой торговли нет. Полная тишина зашли. За семь минут объявляется. Встанем все для молитвы. Служба если с восьми, то без семи минут. Все замолк. Ни хождения, ни кланяй, ничего. Размышляем, что было в неделю. И за все благодарим Бога. И как царские врата открылись, началось богослужение. И у нас между иконами на русском языке везде выписки из священного писания. Митрополит все пройдет, посмотрит. Везде. Потому писание говорит на косяках. Везде напиши. Вот я все живу передо мной. В комнате везде. В церкви. Там 25, кажется, выдержек из священного писания. Красиво написано. А вот вопрос тоже. Я как раз читал про вот эту безмолвную молитву, о которой вы говорите. То есть, когда просто без слов молишься. Да. Вот. Ну, как сказать. Это как? Потому что для меня это непонятно. Вот можно так сказать. Влюбленные глаза подскажут. Парень понравился. И хороший. Она к матери подошла. Мама, научи как любить. Она говорит, придет время самой научисти. Подсказывать не надо. Влюбленными глазами человек показывает. Они сияют у него. И он придумывает тебе разные-разные наименования. Это и лебедушка ты моя, и звездочка. Он найдет, что сказать. Так и для Бога. Ну, найду хоть что-то сказать. Есть рассказ у Максима Горького «Два Бога». Просчитайте. Как бабушка молилась, и как дедушка. Дедушка молился. Я, говорит, потом узнал. Он молился, как... Вот. Подожди-ка. Вот у меня какая еще есть красота. Подожди. Пантера. У меня во дворе две собаки. Хозяин заболел, мне отдал. С нами одна ездила в миссионерской поездке. 124 километров прошла. Три раза вокруг земного шара. И стала чемпионом России на выставках. Немецкая порода. А вторая чемпионом тайского края. Вот мне сейчас идти надо уже. Темняется, кормить, выгуливать. Хозяин попал в больницу. Знаете, с Богом так интересно все. Итак, Андрей, до свидания. До свидания. Спасибо вам. Храни вас. Мы говорим, спаси Христос. Вместо спасибо. Спаси Христос. О, пожелание, чтобы Христос нас спас. Благодарю, что зашли ко мне. Спаси Христос вас. И вас. Все с Богом. До свидания. С Богом. До свидания, да.